Вы здесь ночевали или опять выходили в коридор? Нет, здесь. Тут больше кислорода. Планерка с коллегами, обход пациентов. Рабочий день лауреата самой знаковой премии в медицине Ильи Поченко начался, как обычно, в 8 утра. До часу у неё в Кремле ещё 4 часа, и работу никто не отменял. В это же время на другом конце города, в кардиоцентре Нованеева, ещё один лауреат. Хирург Леонид Иванов успокаивает пациентку, которая готовится к операции. У меня шумит, в голове шумит. Пожалуй, только так ежедневным самоотверженным трудом можно заслужить самую престижную в Нижегородской области медицинскую премию имени выдающегося кардиохирурга Бориса Королёва. Ежегодно она вручается лучшим из лучших. Сегодня в Кремле поздравляли троих лауреатов. Илью Поченко, Леонида Иванова и заведующего хирургическим тракальным отделением больницы номер 5 Дмитрия Фурзикова. Премия – это не моя, это премия нашей больницы, нашего коллектива. Просто больница решила выдвинуть меня. Но заслуги своей, много людей, достойных этой премии, у нас работает. Люди, которых мы сегодня награждали, это высокие профессионалы, особые специалисты в области сердечно-сосудистой хирургии, в области проведения операций на грудной клетке, на легких, и в области лечения инфарктов. Это уникальные специалисты, которых в Российской Федерации единицы. Мы гордимся, что у нас есть такие специалисты. По словам лауреатов, получить премию имени Метро кардиохирургии очень почетно и престижно. И в то же время накладывает огромную ответственность. Нужно соответствовать высокой оценке. От Бориса Алексеевича остались большое количество фотографий. Моя любимая фотография, где Борис Алексеевич выходит из операционной, с такой хорошей улыбкой, счастливого человека, хорошо сделавшего свою работу. Ну и, в общем, я участвую на эту фотографию, стараюсь работать так, чтобы, приходя домой, я мог улыбнуться вот такой же хорошей улыбкой. Академик Борис Королев – легенда российской медицины. Подсчитано, что он провел более 100 тысяч операций. Именно ему Нижегородцы обязаны созданием специализированной кардиологической клиники, которая ничуть не уступает столичным медицинским центрам. В 2018 году в Нижегородской области впервые была проведена операция по пересадке сердца. На 2019 год запланировано еще две подобных операции. Мы, конечно, гордимся нашими специалистами, нашими хирургами, которые способны на такое. Это Михаил Валерьевич Рязанов и его ассистенты. К слову, на техническое переоснащение медицинских учреждений Нижегородской области планируется выделить 6 миллиардов рублей до 2024 года. Так что и для врачей, и для пациентов будут созданы все условия. Ирина Стефанюк, Алексей Завылов. Время новостей.